И следующее решение экономически, 7 свободы воздуха, это будет вот здесь, национально. Связано с экономикой. Дело в том, что по перелетам могут быть разные правила, разные правила перелетов, которые государство устанавливает на своей территории. И это было выделено в 7 свобод воздуха, то есть те права, которые дает государство другим аэрокомпаниям на своей территории. Их 7 свобод. Мы с вами рассмотрим 4 свободы воздуха, потому что, как самое распространенное, особенно первая идея. Это касается перелетов иностранных воздушных судов, вот такие они примерно. Мы, кто видел воинги? Нет, это, наверное, не воин. Ну ладно. Вот кто видел у нас налет, они вот примерно такие. Идея такая. Это национальная территория, это международная территория. Первая свобода воздуха такая. Транзитный перелет. Первая свобода, транзитный перелет. Значит, вот это территория государства какого-то. Самолет из одного государства перелетает через эту территорию на территорию другого государства. Ну, классический боинг, который был сбит над Донбассом, он летел, вот именно он был, у него свободу от этого перелета. Он излетел из одного государства, из Ирланды, по-моему, да? Или Галати? Не помните кто? Откуда? Малайзия. А, в Малайзию он летел и летел из какой-то европейской страны. Вот он перелетал, и вот этот перелет, пересечение воздушного производства тяжелого государства, это и есть первая свобода воздуха. Имеет право перелететь. Вторая свобода воздуха, она близко к первой. Право на техническую посадку. Вторая свобода, а первая и вторая свободы закреплены в Чикагской конверции. Кто их подписал, все, должен им, руководству создавать это право другим авиакомпаниям. То есть, если не подписали на территорию этого государства Чикагской конверции? Например, хотят перелететь, и они его сомнят. Само этот вопрос страшно? Нет, дело в том, что самолеты тогда не полетят. Если они знают, что какой-то отморозов государство не подписало эту конверцию, таких нет. То оно просто туда не полетит. Зачем? Потому что государство, более того, свобода, она обеспечивает безопасность. Ну вот такого, что у них какие-то природные люди. У меня есть что-то занесли на территорию такого государства. Есть такое. Это называется вот эта вторая свобода воздуха. Это называется техническая посадка. То есть, если что-то случилось на самолете, например, летел, кому-то стало плохо на борту, он имеет право самолет приземлиться на территории этого государства, там что-то произвести. Он не может брать ни грузов, ни багажа. Ничего брать не может. Техническая посадка, взлетел и прилетает дальше. Он брать не может, а скидывать? Не брать, не скидывать, ничего. Он может только вот приземлиться и что-то не случилось. Шасси там поломалось, еще что-то произошло. Шасси не ломается. Ну что-то там, что-то произошло на борту суд. Да. Ну то есть, если, как Вы привели пример, человек становится плохо, высадить они его тоже, получается, не могут? Могут. Да, но это не груз и это не входит. А багаж его? А багаж его? Знаю, я думаю, что уже нет за багажа. Они там вроде его посылают потом как-то. Багаж потом вроде как его посылают. Ну так, я думаю, что это не регулируется. Это уже решается внутрь компании. В данном случае, буквально, по-моему, на этой неделе, какой-то, по-моему, из Индии летели, самолет летел. И ему стало плохо. Ну, там, две причины, я так понимаю, почему ему стало плохо. То ли он выпил много, то ли он наоборот. Ну вот, ему стало плохо с сердцем, и самолет посадили, его транспортировали, и он взлетел. Но это не пассажир, он туда специально не хотел. Он не был рад, я думаю, когда оказался в нашей больнице. Ну, я уберу слово «наше». Что он оказался в больнице. Да нет. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Следующее, третье. Третья свобода воздуха. Это уже специальные соглашения. Они заключаются между государствами, как правило, в двухстороннем порядке. И тогда это право свободы приобретается. Это привоз груза и багажа из государства регистрации воздушного судна. Привоз груза и багажа из государства регистрации воздушного судна. Например, самолет зарегистрирован в Российской Федерации. И мы заключили с Францией соглашение о третьем свободе воздуха. Тогда мы можем взять груз на территории Российской Федерации и перевезти его в багаж. Это будет третья свобода воздуха. Четвертая свобода воздуха, похожая на третью. Это право привозить грузы в страну регистрации. Третье, это право привозить грузы в страну регистрации воздушного судна. Корабль, воздушное судно зарегистрировано в России. Заключились с Францией. Значит, мы из Франции можем взять груз и перевезти его сюда. Вот, напоминаю, вот нашу последнюю проблему с Украиной. Это закрытие воздушных пространств. Что мы сделали? Мы и украинцы. Мы прекратили в отношении друг друга вот эту третью, четвертую свободу воздуха. Нельзя ни из Киева привезти людей, ни пассажиров, ни из Москвы в Киев доставить. Мы прекратили вот эти воздушные перевозки. Но это огромная проблема. Во-первых, я вчера узнал, что украинские перевозки были для наших авиаперевозчиков на первом месте по тонажу. То есть, самое большое количество авиаперевозок было с Украины. Ну, из международных. Представляете, какие там убытки огромные? Ну, соответственно, украинцы то же самое. Потому что это же было на приоритетной основе. То есть, это очень серьезные, когда отменяют вот эти свободы воздуха. Ну, вот четыре свободы воздуха, которые есть. Еще есть, еще сколько? Еще три, но они такие уже более технические. Я думаю, что это достаточно. Четыре. Пожалуйста, какие есть вопросы? Вы сказали, перевоз людей напишем из Украины в Россию? Людей и багажа. Людей и багажа. Называется так, пассажиров и куда? Пассажира и багаж. Там так, конвенция, обрисован пассажир и багаж. Ну, по поводу первой и второй, я так и не понял, что я разбирался. Могут ли российские самолеты летать на территории Украины? Вроде бы, как могут. Но, согласно конвенции Чикагской, Украина может потребовать их посадки для господов. Ну, чтобы там не было водителей грузов, там еще что-нибудь, отсослеживание. Ну, вроде бы, вот, первое и второе нельзя отменить. Потому что, если ты отменяешь, то это значит, ты вылетаешь из конвенции. Ты вылетаешь из земного шара вообще. Ну, это никто. Это вообще просто ты никуда не можешь лететь. Все, ты дома закрылся, дверь закрыл, и еще здесь, знаете, кирпичную стену поставь. Чтобы нечаянно не выйти на улицу за плетом. Все по поводу свобод воздуха. Есть ли еще вопросы? Ох, конечно. Они уважают. Обж frågor – я её отменяю в. Всте, что вы, влага, ее входит в. Удачи, правила здоровее. Играет chargingа. Это